Линзы Здравствуйте! Тема урока Линзы. Оптическая сила линзы. Формула тонкой линзы. На уроке вы научитесь применять формулу линейного увеличения линзы в решении задач. Линза может давать как увеличенное, так и уменьшенное изображение предмета. В связи с этим введена величина, названная линейным увеличением линзы. Она определяет изменение линейных размеров предмета в его изображении. Линейное увеличение линзы – это отношение высоты изображения к высоте предмета. Г равно H большое разделить на H маленькое. Где Г? Увеличение, уменьшение линзы. В системе С измеряется в метрах. H большое – высота изображения. В системе С измеряется в метрах. H маленькая – высота предмета измеряется в системе С в метрах. Г больше единицы, если изображение увеличенное. Г меньше единицы, если изображение уменьшенное. Увеличение изображения предмета можно определить по отношению расстояния изображения от линзы к расстоянию предмета до линзы. Г равно F маленькое разделить на D. Где F маленькое – расстояние от линзы до изображения в системе С измеряется в метрах. D – расстояние от линзы до предмета в системе С измеряется в метрах. А, Б, О и треугольник А'Б'О. По правилу подобия треугольников следует. Отношение стороны А, Б к А, О равно А'Б' к А'О. Из рисунка видно, что А, Б равно H маленькое. А, О равно D. А'Б' равно H большое. А, О равно F. Подставляем данные величины в это равенство. Получим. H маленькое разделить на D равно H большое разделить на F. Из этой формулы следует. F разделить на D равно H большое разделить на H маленькое. Получим формулу G равно F разделить на D равно H большое разделить на H маленькое. Переходим к практической части нашего урока и выполним несколько расчетных задач на пройденную тему. Изображение предмета сформировалось на расстоянии 30 см от линзы. Известно, что оптическая сила этой линзы равна 4 диоптрия. Найдите линейное увеличение. Записываем краткое условие задачи. Дано F равно 30 см, D равно 4 диоптрия. Необходимо определить линейное увеличение линзы G. Переводим систему C 30 см. Это 0,3 м. Решение к задаче. Воспользуемся формулой линейного увеличения линзы. G равно F маленькое разделить на D. Запишем формулу тонкой линзы. 1 разделить на F большое равно 1 разделить на D плюс 1 разделить на F маленькое. Запишем формулу для оптической силы линзы. D равно 1 разделить на F большое. Подставим в данную формулу. Вместо 1 разделить на F большое, D. Получим D равно 1 разделить на D маленькое плюс 1 разделить на F маленькое. Из этой формулы находим 1 разделить на D равно D большое минус 1 разделить на F маленькое. Приведем к общему знаменателю. Получим равно D умножить на F маленькое минус 1 разделить на F маленькое. Из этой формулы определим D. D равно F маленькое разделить D умножить на F маленькое минус 1. G равно F разделить на D равно F разделить на F разделить D умножить на F минус 1. равно d умножить на f минус 1. g равно 4 диоптрия умножить на 0,3 метра минус 1 равно 0,2. Ответ g равно 0,2. Следующая задача. Предмет высотой 6 см расположен на горизонтальной главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии 30 см от ее оптического центра. Высота изображения предмета 12 см. Найдите фокусное расстояние линзы. Записываем краткое условие задачи. Дано h маленькая равно 6 см, d равно 30 см, h большой равно 12 см. Необходимо определить фокусное расстояние линзы f. Переводим систему си. 6 см 0,06 метров, 30 см 0,3 метра, 12 см 0,12 метров. Решение к задаче. Записываем формулу для тонкой собирающей линзы. 1 разделить на f равно 1 разделить на d плюс 1 разделить на f маленькое. Из этой формулы, после того, как привели к общему знаменателю, получим 1 разделить на f равно f маленькое плюс d разделить d умножить на f маленькое. Из этой формулы определим f большое равно d умножить на f маленькое разделить f маленькое плюс d. Воспользуемся формулой линейного увеличения линзы. h большое разделить на h равно f разделить на d. Из этой формулы определим f. f равно h большое разделить на h маленькое умножить на d. Подставим числовые значения в данную формулу. f равно 0,12 метров разделить на 0,06 метров умножить на 0,3 метра равно 0,6 метра. f равно d умножить на f маленькое разделить f маленькое плюс d равно... Равно подставляем числовые значения 0,3 метра умножить на 0,6 метра разделить на 0,6 метра плюс 0,3 метра равно 0,2 метра. Ответ к задаче f равно 20 сантиметров. Следующая задача. Выразить линейное увеличение g в зависимости от фокусного расстояния линзы f и расстояния предмета от линзы d. Записываем краткое условие задачи. Дано d, f необходимо определить линейное увеличение g. Решение к задаче. g равно f разделить на d. Запишем формулу для тонкой линзы. 1 разделить на f равно 1 разделить на d плюс 1 разделить на f маленькое. Из этой формулы определим 1 разделить на f равно 1 разделить на f большое минус 1 разделить на d. g равно d минус f разделить на f умножить на d. f равно f большое умножить на d разделить на d минус f большое. Поставим формулу для линейного увеличения линзы. Получим g равно f умножить на d разделить в скобках d минус f умножить на d. d сократим равно f разделить d минус f. Записываем ответ к задаче. g равно f разделить d минус f. Следующая задача. Главное фокусное расстояние двояко-выпуклой линзы 50 см. Предмет высотой 1,2 см помещен на расстоянии 60 см от линзы. Какой высоты изображение получится? Записываем краткое условие задачи. Дано f равно 50 см, h маленькое равно 1,2 см, d равно 60 см. Необходимо определить высоту изображения. h большое. Переводим систему Си. 50 см 0,5 м, 1,2 см это 0,12 м, 60 см 0,6 м. Записываем решение к задаче. Формулу для линейного увеличения линзы. h большое разделить на h маленькое равно f разделить на d. Из этой формулы определим h большое равно f разделить на d умножить на h. Запишем формулу для тонкой линзы. 1 разделить на f большое равно 1 разделить на d плюс 1 разделить на f маленькое. Из этой формулы определим. 1 разделить на f маленькое равно 1 разделить на f минус 1 разделить на d. f равно f умножить на d разделить d минус f. Подставим числовые значения, получим f равно 3 метра. h равно f разделить на d умножить на h. Подставляем числовые значения, получим, что высота изображения h равно 0,06 метров равно 6 сантиметров. Записываем ответ к задаче. h равно 6 сантиметров. Следующая задача. Определить главное фокусное расстояние рассеивающей линзы, если известно, что изображение предмета, помещенного перед ней на расстоянии 50 сантиметров, получилось уменьшено в 5 раз. Записываем краткое условие задачи. Дано d равно 50 сантиметров, g равно 1 разделить на 5. Необходимо определить фокусное расстояние f. Переводим систему c 50 сантиметров. 0,5 метра. Решение к задаче. Запишем формулу для тонкой рассеивающей линзы. Минус 1 разделить на f большое равно 1 разделить на d минус 1 разделить на f маленькое. Формулу для линейного увеличения линзы. g равно f разделить на d. Из этой формулы f равно g умножить на d. Подставим в эту формулу. Получим, минус 1 разделить на f большое равно 1 разделить на d минус 1 разделить g умножить на d. Равно g минус 1 разделить d умножить на g. 1 разделить на f большое равно 1 минус g разделить на d умножить на g. Из этой формулы определим фокусное расстояние рассеивающей линзы. f равно… дробь переворачиваем, получим d умножить на g разделить 1 минус g. Подставляем числовые значения. Получим, что f равно 0,125 метра равно 12,5 сантиметров. Ответ к задаче f равно 12,5 сантиметра. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке узнали, что линейное увеличение – это отношение высоты изображения к высоте предмета. g равно h » разделить на h', g равно f разделить на d, h разделить на h » равно f разделить на d. g больше 1, если изображение увеличенное, g меньше 1, если изображение уменьшенное. Урок окончен. До свидания.